Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Время добрых дел. Руководство города присоединилось к акции «Наши дети». Такие одни, мы не приходим без подарков. И это уже стала традицией. Где рождается надежда? Металлолом по цене айфона. Бобручанка купила телефон через интернет и попалась на уловку мошенников. Отсутствует основная камера, лоток для сим-карт, физическая кнопка домой и шлиф от аккумуляторной батареи. Во сколько обошлась погоня за брендом? С возвращением на лед впервые за 8 лет на Бобруськ-Арене прошел матч в молодежной хоккейной лиге. У них самый лучший тренерский штаб и самые сильные игроки МХЛ в истории Республики Беларусь. С каким счетом Бобры разгромили соперников? А также зарплата бюджетников, поддержка чернобыльцев и конфликт интересов. В Беларуси утвердили этический кодекс юриста, что нельзя обсуждать с клиентом. В приоритете сохранения системы и баланса президент провел совещание по вопросам заработной платы и денежного довольствия бюджетников. Александр Лукашенко напомнил, в период пандемии для работников здравоохранения установили специальные ковидные надбавки. А впоследствии решено было эти деньги оставить. Ряд шагов сделан и в отношении зарплат в сфере образования. Также глава государства подчеркнул, необходимо исходить из возможностей экономики. Сегодняшняя тема – денежное довольствие военнослужащих, спецподразделений, спецслужб, в частности, Комитета госбезопасности. И вот обязательно, почему я собрал вас, чтобы мы здесь не разбалансировали систему. Она уже сложилась, определенная система в силовых структурах. Есть определенный баланс, есть какое-то равновесие. И поднимая заработную плату одной категории, мы не должны разрушить это равновесие и не нарушить баланс. Вот главная тема сегодняшнего обсуждения. Я думаю, что мы придем к определенному мнению, и в связи с этим будут приняты соответствующие решения. Их надо принять сегодня, чтобы с 1 января вся тематика, связанная с повышением заработной платы учителям, врачам, бюджетникам, другим военным, начала работать. Как отметил президент, несмотря на определенные проблемы, государство изыскало возможности для того, чтобы поддержать работников бюджетной сферы. Но в приоритете должен быть реальный сектор экономики – заводы, фабрики, сельское хозяйство. Также Александр Лукашенко акцентировал – в следующем году минимум трижды окажется помощь и пенсионерам. Покупай, но проверяй. Обручанка приобрела телефон через интернет и попалась на уловку мошенников. Женщина откликнулась на объявление о продаже iPhone 8 Plus. Товар отправили по почте, за него местная жительница отдала 318 рублей. Однако после вскрытия оказалась модель не та, и дисплей отходит от корпуса. Судебная экспертиза показала – техника – оригинальный продукт шестой серии. На экране царапины, сколы и трещины. Отсутствуют фрагменты поверхности. В телефоне отсутствует основная камера, лоток для сим-карт, физическая кнопка «Домой» и шлейф от аккумуляторной батареи. В ходе проведения товароведческой экспертизы судебный эксперт пришел к выводу, что степень снижения качества мобильного телефона и аккумуляторной батареи составляет 100%. Установленный телефон находится в неисправном состоянии. Ремонту или восстановлению не подлежит и не имеет остаточной стоимости. Как родные, в Бобруйский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации пришел настоящий праздник. В рамках акции «Наши дети» особенных ребят посетило руководство города и предприятий. В подарок – набор бытовой техники, мебель, игрушки и сладости. Под елку заглянула и Ольга Васенда. Благотворительная акция «Наши дети» и вот уже четверть века прокладывает маршруты в социальные приюты, многодетные семьи, школы-интернаты. В преддверии Нового года Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещает мэр. Ребята показывают сказочное представление. А Бобруйский горосполком дарит подарки – набор бытовой техники. В такие дни мы не приходим без подарков. Это уже стала традицией. Не только это пополнение материально-технической базы. Это даже элементарно, что люди сюда приходят и детям это радуется. Они ждут этого праздника. Театральную постановку для детей показывают учащиеся гимназии колледжа искусств. Под елкой много подарков. Любимое место дарит сертификат на 250 рублей. А компания МТС – головные уборы и игрушки. Целый мешок конфет передает генеральный директор коммунарки. А руководитель ТДА – кровати, шкафы и тумбочки. Мы постоянно делаем ремонты в школах. Мы делаем ремонты в детских садиках, также в приютах. Долг и задача государства и любой организации – это оказывать всестороннюю помощь данным учреждениям. По возможности подарить подарки, порадовать детей в преддверии праздника. Потому что дети, наверное, как никто, ждут наступления Нового года. Наталья Михала привела дочку в коррекционный центр, когда ей был всего годик. Из-за аутизма Насте необходимы повышенная забота и внимание. Ранее комплексная помощь, ЛФК и занятия с психологом. Благодаря педагогам, настоящим профессионалам и людям с большим сердцем девочка сделала первые шаги. Центр очень помог именно с обслуживанием себя. Она стала умываться, одеваться. Ребенок считает, конечно, до пяти только, но тем не менее она считает, она узнает, называет близких, всех педагогов центра знает уже за столько лет. Здесь обучаются 35 детей. К некоторым учителя приходят на дом, но большинство посещают стационар. Сюда попадают дети с синдромом Дауна, аутизмом, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и задержкой речевого развития. Мы стараемся работать над адаптивной образовательной средой, чтобы деткам было комфортно, чтобы они чувствительны к любым раздражителям, чтобы им нравилось между собой общаться, чтобы они хорошо реагировали на посторонних людей. В коррекционном центре три дошкольных группы и два специальных класса. Держать в руке ложку, ровно сидеть и понемногу говорить – для многих уже колоссальный прогресс. К особенным детям нет особого отношения. Здесь всех любят, как своих. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Новое производство, топовое направление и школьное меню. Минобразование запускает пилотный проект по питанию «Почему обед заменит завтрак». Кромкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси запустят еще восемь импортозамещающих проектов. Средства планируется направить из российского специального кредита. Новые производства будут выпускать автокомпоненты, станки, инструменты и другую продукцию. Часть займа освоится в рамках гражданских инициатив. Еще около 200 миллионов долларов вложат в оборонную промышленность, в частности, в разработку микроэлектроники. Минобразование запускает пилотный проект по питанию в школах. В каждом регионе примут участие три учреждения образования. Специалисты протестируют новые технологии приготовления и принципы организации процесса. Так, первый прием пищи ребята будут получать через три с половиной часа после начала занятий. Нередко дети приходят на учебу сытые, а блюда остаются невостребованными. Совмин определил объемы финансирования госпрограмм по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В следующем году на эти цели потратят почти 600 миллионов рублей. Средства направят в том числе на оздоровление и лечение, строительство жилья, проведение исследовательских работ, приобретение медоборудования. В стране утвердили этический кодекс юриста. К примеру, нельзя обсуждать обоснованность вознаграждения своих коллег. Также запрещено оказывать услуги, которые противоречат законным интересам бывших клиентов. Работник обязан предоставлять достоверную информацию контролирующим органам. Но нужно соблюдать конфиденциальность данных. Правила вступят в силу с нового года. Самым популярным авианаправлением у белорусов в этом году стала Россия. В топ-3 также попали Турция и Грузия. Кроме того, часто приобретались билеты в Казахстан, Армению, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты. Как показал анализ, главный город, как и год назад, Москва. Число поисковых запросов увеличилось в два с половиной раза. А бронировали квитки вдвое чаще по сравнению с 2021. В гостях хорошо, а дома лучший молодежный хоккей вернулся в Бобруйск. Игроки и болельщики ждали этого события 8 лет. Первый матч на обновленной Бобруйск-арене прошел с триумфом. Динамо-мошинник разгромил московский «Спартак». Спортивным азартом прониклась и Татьяна Горбач. Четверг, 17.00, Бобруйск-арена. После восьмилетнего перерыва молодежный хоккей возвращается на родной лед. Раньше площадка не отвечала стандартам лиги, и спортсмены вынуждены были проводить домашние матчи в Минске. В это время в городе закупили нужное оборудование, провели установку бортовой системы и модернизировали техническое оснащение ледового. Сезон открывает Динамо-шинник и МХК «Спартак». Бобруйск-арена всегда славилась своими болельщиками и посещаемостью на матчах. Поэтому я думаю, что «Былая слава» будет возвращена, и ребята будут побеждать, и бобручане будут видеть победы наших именитых игроков. МХЛ сейчас развивается в правильном направлении. У них самый лучший тренерский штаб и самые сильные игроки МХЛ в истории Республики Говорос. Хозяева полны решимости порадовать болельщиков и уже к седьмой минуте ведут 2-0. Шайбы забрасывают Матвей Ладудько и Даниил Сатишвили. Спустя 18 секунд после начала второго отрезка столичная команда отыгрывает один гол. Отличается Артём Дитковский. Игра проходит довольно агрессивно. Обилием удалений пользуются хозяева. Мирослав Михалёв восстанавливает преимущество в два гола. На 45-й минуте Даниил Сатишвили оформляет дубль, а чуть позже ассистирует Константину Волочко по ходу пятого взятия ворот. Трибуны взрываются шквалом эмоций. В перерывах болельщики наслаждаются музыкальными композициями в исполнении кавер-бенда школы искусств имени Текотского и зажигательными танцами девушек из группы поддержки. Любуются граффити с символикой Бобров и оставляют автографы и добрые пожелания любимой команде. А вы рады, что хоккей вернулся в Бобрусь? Очень рады, очень, очень рад. У меня сын и второй сын играют в хоккей, занимаются здесь в городе Бобрусь. Когда вернулся в хоккей, это очень хорошо и классно. Как вам игра? Очень яркая, позитивная. А за кого вы болеете? За Динамо Шри, конечно. Спартаковцы пытаются взбодриться с помощью потасовки. Но удаление Тихона Шакалова до конца матча, как зачинщика драки, не приводит к голам. 5-1. Трибуны ликуют. Бобры поздравляют друг друга с победой. Даниил Сатишвили набирает 4 очка, возглавляет гонку бомбардиров МХЛ и обходит Кирилла Пукела. Мы рады, на самом деле, победе этой. Мы очень ее долго ждали. Мы проиграли 5 игр. Ну, наверное, сегодня болельщики нас вгнали чужим воротом. Поэтому такой результат. Спасибо им большое. Ну что ж, праздник спорта, несомненно, удался. Подопечные Андрея Михалева показали великолепную игру. Следующий матч состоится в эту субботу. Начало в полдень. Бобры сразятся с русскими витязями за выход в плей-ин. Спортивные баталии продолжатся 26 и 28 декабря. Обновленная Бобруйск-арена ждет своих болельщиков. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Торжество любви. Театр драмы и комедии подготовил новогоднюю сказку. Даже на репетиции ощущается мистическая атмосфера. В одной постановке собраны все рассказы из серии книг «Тысяча и одна ночь». На сцене переплетаются восточные и современные мотивы. Но и как же без всеми любимой завязки конфликта добра и зла? Такая история придется по душе как детям, так и родителям. Узнать секрет чарующей легенды можно до 8 января. Подробное расписание на сайте театра. Мы с мужем написали сами эту сказку еще 9 лет назад. И вот, наконец, нам выпал шанс ее воплотить в жизнь. Это сказка о любви, о волшебстве любви. Может быть, некоторые девочки после просмотра нашей сказки захотят учиться восточным танцем. Что вполне, вполне реально. Может быть, некоторые мамы или бабушки вспомнят мелодии тех прошедших лет. Чудесную новогоднюю легенду показывает и дворец искусств. Музыкальная сказка по мотивам истории «Щелкунчик и мышиный король» порадует всех юных зрителей. Показы запланированы на ближайшие выходные. В следующий раз увидеть постановку можно будет 2 января. Также 24 и 25 декабря здесь развернется ярмарка мастеров, где можно приобрести изделия ручной работы. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok